Воссап, народ, на связи Финн, и сегодня мы будем смотреть новый ролик Влада А4, Серёга А4 стал ребёнком на 24 часа. Так, мне вот интересно, что за Серёга, это который Глент, по-моему, да? Погнали смотреть. Ребята, всем привет, меня зовут Влад А4, там Глент, Кобяков, Серёга, и я отошёл с тобой. А, нет, это вообще какой-то третий тип. Купи Платку. Я не знаю просто, как тут кого зовут. Плату, посмотрите на неё. Знаю только, вон Влад А4. Это просто Вата, правда, похоже. Владос, ты там скоро, всё долго? Я тоже стану Ватой, если буду продолжать часто смотреть А4. Не, не хотел никого оскорбить, чисто так, сугубо моё мнение. Ждать. Да, ща, приду. Ну, короче, я решил строить пранк, и сейчас узнаем, кому он и попадётся. Ребята, смотрите, у меня есть сладкая Вата. Хотите? Да, конечно. Конечно, сладкая, но у меня одна. Вам нужно постой. Ну, хорошо, сапог на цуэфа. Так, давай, готово, цуэфа, да? Камень, ножницы, бумага. Или раз, два, три. Или раз, два, три. Ну, а вы какой способ используете, напишите в комменты. Давайте это, раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Да нифига, ты просто старше всех, понял? У тебя больше опыта игры в камень, ножницы, бумага. Да, я опытный. Я заметил, что бумага побеждает всегда, поэтому я воспользовался. Ой, ты просто старый, понял? Сам ты старый. Всё, давай победу мне. Давай, это Серёга. Это какая-то странная Вата, кстати, она похожа на реальную. Она очень, кусай. Это Вата, пацаны, обычная. Я же тебе говорил, ты старый, у тебя зрение нулевое уже. Пранк, пранк, пранк. Серьёзно, я мог подавиться этим. Слушай, а ты какой-то серьёзный. Даже подписчики в комментах пишут, что ты какой-то взрослый, блин. Старый мальчик. Я не старый, не взрослый. Нормальный я. Угу, ты ещё сейчас обидься и уйди. А вот обидься и уйду. Держите. Серёга! Чё? Да ничего, слух твои проверяли. Разрывная! Ты жёсткий мой, блин, нормально. Вообще никакой не старый. Тебе пун им на язык, блин. О, пакет. О, блин, спина. Спортом надо заниматься, наверное. Пакет чисто не дырявый. Я что-то подумал, что сейчас будут, как перс стал старым, а ролик-то называется ребёнком. То есть сейчас что-то будет, короче, прикольно. Пригодится. И вообще, посмотрю на них, какие они будут в 26. Спортивные, активные, молодые. Вообще, 26, мне 19, я чувствую себя на все 50. Я всегда был молодым, чувствую. Блин, кстати, я этого чувака понимаю, потому что я иногда тоже, да, забываю, извиняюсь. Иногда поднимаюсь, короче, по лестнице, у меня как спина, короче, прихватила один раз. Чуваки, я охренел, я подняться не мог. Короче, ладно, не будем про мои болячки. Проговори, да? Ты всё вата дурацкая. Просто иногда реально я себя тоже чувствую, блин, на хреново тучу. Вообще, наверное, себя накручиваю. Пацаны просто пошутили надо мной. О, пойду на карусель покатаюсь. Вход только детям. Во, как раз сейчас я вам докажу, что я не старый. Я подхожу даже сюда. Я вот спокойно сейчас залезу и прокачусь. Так, как оно тут включается? Эй, кто-то включает? Ой, нарушитель, нарушитель в прямом эфире. Запускайте. Буду развлекаться, как настоящий подросток, ребёнок. Давайте. Так, вам даже безопасность. Полиция уедет. Всё, не вылечу. Запускаете. Багу без рук. Как высоко. Я молодой. Отдай сюда. Это я почти все выстрелы в тире сделал. Нифига, а кто платил? Хочешь, тебе деньги отдам? Давай. У меня сейчас нету. Ну вот и всё. Чисто я с друзьями. Отдай. Отвали. Ну отдай. Доволен? Доволен. Блин, медведь, жалко. Алло, за что вы его, за что? Успокойтесь, это всё лишь игрушка. Внимание, внимание. Найден ребёнок. Невысокого роста, худощавого телосложения. В очках. Отзывается на имя Сергей. Как будто это, нашего Серёгу описали. А прикиньте, реально наш. Да ну, сказали, что ребёнок, а не взрослая детина. Повторяю. Найден ребёнок. Родители Сергея Антонова. Подойдите к аттракциону «Карусель». Вы подумали о том же, о чём и я? Да. Не дай бог. Ну пойдёмте, проверим. Мальчик, да постой ты на месте. Сейчас придут твои родители. О нет, он превратился в малыша. Отпусти меня, дурак. Да что ж ты? А что с ним произошло? Да что за мной за херня-то? Я начинаю заговариваться. Короче, что с ним произошло-то? Почему он стал ребёнком? Такой буйный, успокойся. Нет. Можно мне? Эй, эй. Чё, стой. Привет. Погоди, Серёга. Тихо, тихо, тихо. Эй, эй. Что же вы не следите за своим мальчиком? Он мне чуть руку не оттяпал. Ну что-то не похож на него. Он у нас обычно спокойный. Ага, спокойный. Я вижу. Серёжа, хватит баловаться, ты же воспитанный мальчик. Мне что-то вообще не похоже. Первый раз вижу, чтобы он язык показывал. Короче, забирайте свою мальчишку, а мне работать надо. Да, пацаны. Извините. Походу, мы были правы. Чё теперь делать? Пойдём за ним. Эй, Серёга! Ты... Ты чё творишь? Подой! Не такой один, не такой один. Ты чё творишь? Вы видели? Как он вообще номер с гелька снял, блин? Получается? Не, не достаю. Подвинься, давай. Главное, чтобы колпачки снимать не начал. Чуть-чуть-чуть. Давай. Достал? Да. Кто знает, кто знает. Вы ключи взяли? Нет. Я вот сюда положил. Серёга, это ты! Всё, Серёга закрылся в гелике. Неужели я был такой же сумасшедший, когда стал ребёнком? В последнее с ним ты вообще тихоня был. На самом деле удивительно, почему Серёга такой буйный. Он же обычно спокойный. Не, ну это какой-то странный ребёнок, я не знаю. А чё он там в ТикТок не снимает? Пойный и рассудительный, хоть и зануда. А вам, ребята, какой Серёга больше? Спокойный или вот такой вот буйный? Напишите в комментах. Ладно, давайте думаем, что с ним дальше делать. Серёга, мы просто поговорим. Как нынешние школьники выглядят. Эд, уходи! Тише, тише, тише. А ты и меня получишь! Так с детьми нельзя, надо как-то... Серёженька, привет! Открой машинку, пожалуйста. А мы с тобой съездим в торговый центр и купим тебе всё, что захочешь. Точно купим? Да! Точно! Хулиган! Он, разговаривает? Я тебя ещё перевоспитаю. Поехали! Поехали! Я переди. О, тихо, тихо, Серёга, блин! Крути, дам сюда! На тормоз, класс, нажми на тормоз! Он ещё, кто у ребёнка? Серёга, блин, вылазь! Это вообще, блин, не безопасно нифига! Мне понравилось! Я капитан корабля! Пацаны! Жесть! Ну хорошо, что хоть не плакал. Хочу мороженую! Конечно! Дайте мороженое! Что? Тогда я буду так. Хочу мороженое! Мороженое я хочу! Это нормально. Немножко словил передоз кринжа. У ребёнков такое бывает. Просто пойдём делать свои дела. Не хотите тебе давать мороженое? Тогда будет по-плохому! Что будет? Успокойся, мелкий! Будет твоё мороженое, но только после обеда! Никакой я не мелкий! Я чёрная борода! Слышь, чёрная борода! У тебя сабля пластмассовая! Что ты сделаешь? А ну, давайте мороженое! Э, 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 не надо, поехали! Хорош, тыка, извини! Так, ты! Давай, пробуй ты! Э, давай, мороженое! Быстро! Э, Серёга, ты чёрный! Всё, всё, всё! Серёга, всё, стой, стой! Я знаю, где мороженое! Хочешь, скажу? На ухо только, иди сюда! Давай! А ну, у Глента и у Влада в пакетах! Вон они! Что? А ну, остановитесь! Бежи, бежи, мороженое! Беги, беги! Офигеть! Кто бы мог подумать, что Серёга в детстве таким активным был? Согласен! Я как человек, который видел всех вас с детьми, официально заявляю, Серёга самый непоседливый! Ураган какой-то! Интересно, молодой! А чё они делать-то будут? Как они его обратно-то? Реально! Интересно! Нет, не надо! А чё, я ребёнком был, Кобяков был, Серёга, он тоже ребёнком стал! Может быть, это вообще какое-то проклятие от Ютуба! Под этими роликами так много лайков и подписок! Ну, понимаешь, к чему я веду, да? Ничего я не понимаю! Давайте продукты разбирайте! Вы это, тоже! Просто смотрите ролик дальше! Ребята, подписывайтесь на этот канал, и тогда Влад А4 тоже, возможно, станет ребёнком! Я ради такого даже второй аккаунт готов занести и подписаться! Ну, или Серёгу подговорим, чтобы он своих друзей попросил! Угу, кстати! А где он? Молчит, значит, что-то замышляет! Так, где-где-где-где-где-где-где? О, это тебе зачем? Кушать готовлю! Ну вот, молодец! Полезным делом занялся! О, полезным! Смотри, чтобы ничего тушить не пришлось после него! Так, разойдите, разойдите! Ой-ой-ой, переход! А что надо? Эй! Ну, есть и плюсы! Будем знать, где он! Дети, они такие! На минуту отвлёкся, и уже катастрофа! В общем, можете считать меня занудой, но я пойду проверю, где он там! Такого чувака лучше одного не оставлять! Не-не-не-не! О, чё это такое? Кто в умывальнике суп готовит? Это суп из макарошек! Я же предупреждал! Дал умывальник жижи! Что с ней теперь делать? Блин, Серёга! По шопе, блин! Пойду поищу в Антус! Да ладно вам трагедилам! Как им не впадло убираться после съёмок? Нет, конечно, ладно, это Влад А4, он по-любому там занимает какую-нибудь эту клининговую компанию. Ребёнок же! За это, наоборот, хвалить надо! Пробуй, Кобяков, а? Пробуй! Надо же хвалить! Не, Серёжа, я потом попробую! Что? Почему? Я хочу, чтобы ты попробовал сейчас! Это не честно! Я готовил! Ну, чё, Кобяков, он провалился! Ладно, Серёжа, давай! Ну, только чуть-чуть, вот, ложечкой! Так! Ммм, как вкусно! Что? Он из раковины попробовал? Хотя не, нормально! Как вкусно! Не понравилось! Не понравилось, ты что, ел бы и ел! Как мама приготовила! Правда? Да! Тогда ещё ложку! Да, хорошо, ты типа как к пацанам, я тут поем! Приятного аппетита! Спасибо! Смотри, дядя Кобяков, я парашютист! Что-то высота маленькая! Надо повыше! Кобяков, подними меня повыше! Не, Серёжа, давай ты другое себе развлечение найдёшь! У меня после твоего супа вот живот болит! Ну, ладно! Я так же в детстве делал! Отдыхай, дядя Кобяков! Ага, хорошо! Блин, зачем я это ел? Чуть-чуть сырочка и немного кетчупа! Серёга, ну что ты там ищешь? Сказал же тебе мороженое после обеда! Ты ничего не ищу! Опа! Потерпи, малой, сейчас сделаем тебе вкусняшку! Называется банан овсяновый смузи! Тебе точно понравится! Так! 15 минут и готово! Блин, проиграл опять! Плохой телефон! По-любому играл в Brawl Stars! Ну что, я пойду это, за зарядкой в машину! А ты на стол накрой! Чё? Говорю, на стол накроешь, я приду! Ладно! Ну где мои ключи от гелика? Вроде в карманах были! Я не врал! Чё, чувак, экстырил? Сейчас поедет на гелике хататься! А что там с телефоном? Они его реально сейчас поплавят или что? Что? Серёга, это ты? А ну говори, где ключи спрятал, я тебя просто сейчас надеру! Кое-что! Там? Да нет, здесь ничего нет! Слушай, он там, я видел, что-то в морозильнике ковырялся! Да не засудишь же он ключи в морозильник! Он же не совсем чуть-чуть! Это ключи от гелика! Вот это я понимаю пранк! Мало, я тебя уделал! Как мы уедем-то отсюда? Не знаю, ну, может они водонепроницаемые? Надо попробовать разморозить! Потому что он в себе не чувствует авторитета, понимаешь? Пранковать просто так людей не будут! О, видишь? Ну, ему ему смузи нравится! Сам делает! Что-то хрустит! Ты там ничего не добавлял? Ну, один секретный ингредиент! Так, 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 так! Погоди, я сам, я все сделаю! Ну, техника так звучать не может, Сережа! Ты что, с миксер не сломал? Давай посмотрим на твои секретные ингредиенты! А ну-ка, Серега, отойди! Он мне, походу, аирпод засунул туда! Это что? Мои новые наушники! Серега! Это вообще не смешно, понял? Тебе хана! Заходи с того фланга! Пусти ты сюда! Пацаны! Пацаны! А что Гарри воняет? ПИЦА! Не понял! Они еще и айфон там раздолбали, емое! Да ничего! Тебе хана, я тебя в унитаз смотрю! Тихо-тихо-тихо-тихо! Это же ребенок! Пойду поиграю в игрушки! У меня вот аирподс накрылись из-за Сереги! Ключи, Ангелика! Не знаю, как поедем домой! Это антиреклама Apple, по-моему! Я робот-панесос! С ним надо что-то делать, пацаны! Может, няньку наймем? Да не, нянька здесь точно не поможет! Так это, давайте в школу! Там из него быстро человека сделают! Слушай, а звучит логично! Только нужно вещи для школы купить! Там, тетрадки, книжки! Дневник! О, ну подготовиться! Не, школа, пацаны, отстой! Ему просто нужно уделять больше внимания! Отлично! Так ты пока с ним посиди, а мы с тобой съедем к школе подготовимся! Отличный план! Так, Эн, ты, если что, звони! Звони! Ты времени больше ему, уделяй просто! Да ладно, на меня можно положиться! Так, Серега, давай договоримся! Пока пацанов нету, ты ведешь, у тебя хорошо! По рукам! Все, давай! Да-да, это так легко не работает! Без занятия, я пока отдохну! Все, сейчас минус дом будет, по-моему! Почему я, кстати, заметил, они смотрят всегда свои ролики! Когда вот какие-то кадры с телевизором делают, да? Они постоянно смотрят свои ролики! Кошелек! Сколько тут денег? Посмотрим! Так, один миллион, два миллиона, три миллиона, четыре, двенадцать миллионов! Все, мне, 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 мне! Потом куплю себе что-нибудь! А что это мы тут делаем? Деньги ворую! Нет, я не ворую! Давай, доставай! Э, все, успокойся, я не буду тебя ругать! Давай, доставай! Точно? Точно! Денежки любишь, да? Да! А ты знаешь, где взрослые дяди и тети деньги берут? Нет! Ну, они их зарабатывают, они их радуют! Если хочешь заработать, то нужно потрудиться, понимаешь? Не понимаю! Ну, ладно, вот, смотри, вот, деньги! Подожди, хочешь? Да! Смотри, иди, выключи телевизор! Хорошо! Сделал! Молодец! Заработал! Теперь понял? Да! Че? А можно мне так? Настоящий педагог! А если поможешь еще дяде Кобякову, то еще денег заплачу! Договорились? Давай! Пойдем! Вот что значит профессионал! Работа кипит, ребенок в пределе! А потом он без денег ни хера не будет делать! Тайфхак! И будет просить за любую услугу! Смотрел на интернете! Э, ты, папаша, давай по блогу! Держишь на ребенка колокольчик! И пока он звенит, значит, ребенок рядом! И не нужно следить! Давай, давай, Серега! Молодец! Скоро мне на новый телефон заработаешь! Дядя Кобяков, я все сделал! Какой же ты молодец! Честно заработал! Так, держи! Один доллар! Круто! Спасибо, дядя Кобяков! А если еще и домик в поле сошел, то я тебе еще денег дам! Ура! 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 Халявные бабки! За пылесосом! А дяде Кобякову еще поработать надо! Вот пылесос! Маркер! Зеленый! Точно! Сделаю себе миллион долларов! Три, четыре, пять, шесть! Теперь у меня есть миллион долларов! Куплю себе все, что захочу! Серега, ты там пылесосить собираешься! Ты чего? МНДМС! Теперь тут? Проказник! Ну ладно, в доме хотя бы пропылесосил, так уж и быть! Держи тебе денежку! И что-то мы дома засиделись! Пойдем на улицу, прогуляемся! Ура! Улица! Ребята, я справляюсь с Серегой на раз-два! Педагогика это наука о воспитании и обучении человека! Прежде всего в детском и юношеском возрасте! Ай, да Кобяков, ты мне на палец наступил! Так а что ты здесь лазишь? Давай поднимайся, будем лечить! Где болит? Вот тут и тут! Ну как? Не помогает! На самом деле с Сергеем все хорошо! Пальцы практически не пострадали! Класс! Дядя Кобяков дал мне денег, чтобы я никому не рассказал! Давай, ерунды тут не говори! Пойдем, я тебя лучше на велике научу кататься! Пойдем! Так, смотри внимательно! Садишься, ставишь ногу на педаль и поехал! Эй! Звучит просто! Торвози, торвози! Торвози! Да ну прекращай, маленький хуригат! Ты все запомнил? Да, конечно! Тогда садись и повторяй, палку отдай! Давай, подтолкну! Поехал! Активнее педали крути! Эй, тормози, тормози! Ситуация вышла! Разгоняться научил, а тормозить нет! Ну нормально, он крепкий малый оказался, даже не плакал! Я не плакал, а ты плакал! Испугался чуть-чуть за тебя! Мужчины, между прочим, тоже плачут! В этом нет ничего такого! Все, давай, пойдем домой! Я не могу колени болясь, хочу на ручки! Ладно, садись на плечи! Ну ты тяжелый, Сергей! Я катаюсь на слоне! Туда! Давай, давай, давай! Сторожно, Кобяков! Ау! Так! Не понял! А что такая тишина? Что, заснулись что ли? Ты что, Серега? Тихо, тихо, тихо! Что-то вот этот патрулик какой-то, я не знаю, засыпаем под него! Шайму! Он пранк готовит! Серега, ты что? А вы что? Только пришли, только заметили! А ты вообще что чокаешь? Почему ребенок весь перебинтован? Со мной все в порядке! Мы просто играли в мумии! Когда оставил ребенка с батейшечкой? Ладно, Серега, сейчас будешь костюмчик мерить! Давай, приходи к нам! Деньги давай! Молодец! Быстро учишься, малый! Все, давай, иди! Мумии придумал, конечно, малый! О! Вы только представьте! Наш Серега и в школу скоро пойдет! Так волнительно! Ну ничего, он у нас парень умный, совсем справится! Серега, ну где ты там? Сережа! Ты что надел? Это же чехол от костюма! Ха! А у него больше нравится! Яркий такой! С умным я, походу, погорячился! Что делать будем, пацаны? Ну что, что? Готовить к школе своими силами! Только пере... Чуваки, если на этом видосе... Я не знаю, если вообще кто-то досмотрел до этого момента, потому что я что-то, судя по статистике удержанию видео, статистика не очень радует по количеству досмотренных роликов именно до конца. Но вдруг, если кто-то досмотрел до этого ролика, чуваки, значит, напишите в комментах, во-первых, досмотрели ли вы это раз. И второе, чуваки, если под этим роликом наберется когда-нибудь, ну, я не знаю, может быть, 100 лайкосов, вообще, будет ли когда-нибудь такая цифра или нет? Очень интересно. То я запущу стрим, где буду часов, наверное, 10 смотреть видосы Влада А4. Поэтому, чуваки, кому меня не жалко, ставьте лайки. Приодеть его надо! Так, Серёга, пойдём, я тебе помогу. Пацаны, смотрите, сейчас придёт! Здрасте, Владислав Андреевич! Так, Серёжа, проходи, присаживайся. Слушай, а что это мы жуём, Серёжа, такое? Что, жвачку? Так, это, давай, быстро её выкидывай. Эээ! Куда под стол? Ты что, хочешь двойку получить? Давай в мусорку выбрасывай. Что за дети пошли? Сейчас будем, Серёга, проверять, насколько ты у нас смышлёный малый. Серёга, сколько будет 6 на 6? 34. Блин, на самом деле, меня всегда бесили челы, которые делают вот так, типа в школе, например, под партой, там жвачку лепят. 4. О, я же говорил, соображает. Кобяков, а давай-ка ты к нему подсядешь, создадим, так сказать, условия. Не знаю, это как-то тупо, типа. Полноценного класса, присаживайся. Можно под игроком выкинуть в мусорку и всё. Вот это ваше первое задание, смотрите. Твоя задача, чтобы все эти фигурки оказались внутри этого шарика. Жёлтое сердечко, где сердечко у жёлтого? Так, ну сюда должно попасть, оно не попадает. Что такое? Это не честно, она плохая игра. Ээ, Серёга, Серёга, успокойся, успокойся. С первого раза не у всех получается. Что значит не у всех с первого раза? Дай-ка сюда. Так. Вот так. Педалик, батю, столяло. Халява, халява. Кобяков, походу, кураж словил. Держите следующее задание. Каждому по мозаике. Пробуйте собрать. Молния Маквинт. А Кобяков уже играл вроде роль ребёнка. Я забрал, это молодец, Серёга. Попробуй новинки от Мамбо. Волшебные письма. Ужасная, ужасная новинка Мамбо. Просто отстойная хренота. Ещё одна реклама, боженьки мои. Хоть и вроде что-то там нормальное. У него меньше запчастей. Ага, меньше. Во-первых, деталей. А во-вторых, у вас одинаковое количество. Серёга, что такое? Зубоит. О, только этого нам не хватало. Серёга, Серёга, потерпись. Сейчас мы тебе зуб вырвем, и всё пройдёт. Да, если успокоишься, мы тебе дадим конфетку. Ких, конфет, Кобяков. Конфета, это как раз может быть причиной. Всё, я нашёл способ. Серёга, держи морковку и укуси как можно сильнее. Сейчас мы с твоим зубом быстро справимся. Давай. Нельзя, дайте твёрдый такой, давай. Ого, не вкусно. Ну-ка. Не вкусно. Попробуй яблочко. Яблоко вкусное. Пропаю. Ну, ну, посильнее. Нет, зуба нет. Ладно, остался последний вариант. Быстрее давай. Тяжёлая артиллерия, кусай. Не получается, он твёрдый. Ну, не прокатили твои способы. Есть точно надёжный способ. Сейчас. О, ты что хочешь, чтобы у него ещё сильнее зуб заболел? Ничего вы не понимаете. Нужно дать ему эти ириски, он их хорошенечко начнёт жевать, и зуб вместе с ними выпадет. На. Мне это нравится. Давай, жуй. Ну что, давайте проверять. Всё, Серёж, вот сюда, выплёвай. Кобяков, ему твои ириски челюсть склеили. Он теперь вообще рот открыть не может. Так, давайте ему поможем. Так, давай, Серёга. Выплёвай, выплёвай. Нет, нечего сильнее. Так, плюй. Жесть. Что там, проверь, зуба нет? Зуба нет. Открой. Блин, на месте. И конфетами накормили, и зуб не достали. Ладно, ладно, ребята. Есть последний, самый верный способ. Серёжа, придётся потерпеть. Давай, давай. Просто подождать, ничего, не бой. Он сам выпалит. Всё, готово. А теперь, Серёга, по моей команде, тебе просто нужно побежать туда. Это не бой? Чё? Нет, конечно. Это какое-то, я не знаю, издевательство, блин. А не видео. Главное, беги быстро и резко. Я не просто издевательство с челом, блин. Три, два, один. Побежал. Я просто представил эту боль, чуваки. Господи, у меня зубы свело аж. Твою дивизию. У меня есть? Ничего себе. У тебя, Серёжа, зубки-то крепкие. Серёж, ты как? Ну чё, ну чё ты? Я прям просто реально прощуствую эту боль. Я сам ручку вырвал. Вольно. Ай, всё, Серёга. Да пофиг, сам зуб выпадет. Мы тут тебе уже никак не поможем. Просто жди. Ну ладно. А можно я пока во дворе поиграю? Ну ладно, иди. Только смотри, будь аккуратен и к дороге не подходи. Хорошо. Фух, наконец-таки. Погнали, ребят, хоть почилим минутку. Так, всем опасаться. Агент Сергея на задание. Тыщ, тыщ. Кто тут? Тыщ, тыщ. Ну понял, чё не стреляем? Патроны закончились. Эй. Ой, я ранен. Бросайте меня. Спасайтесь сами. Чух-чух. Я тоже такую игрушку хочу. Эй, привет. Привет. А что это у тебя? Паровозик. Дай мне поиграть. Эй, это мой. Я бы не знаю. Я бы увидев такого ребёнка, прошёл его мимо. Не подходил. А твоей стала моей. Отдай сюда. Я всё папе расскажу. А ты я беда, коря беда. Этот чувак подошёл ещё к нему. Ты чё обзываешься? А чё ты толкаешься? Ты первый начал. Чё толкаешься? Во-во-во-во-во-во. Это игрушка моя теперь. Валя, чкарик. Ты отвали, понтик. О, артиллерия. Блин, я случайно промотнул, твою мать. Игрушка моя теперь. Валя, чкарик. Ты отвали, понтик. Чего? Ну ты сам напросился. Тебе конец. Чё, пацан, ушёл. Тать. О, Кобяков, давай. Тема. Мы в тебе верим. Кобяков, ты видишь, ты прямой. Последние детальки. Давай. Давай. Ты чего? Я только что её почти забрал. Тихо, тихо, тихо. Ты чё, не видел? Короче, больше всего в данном ролике ещё вот действует этого ребёнка. Ребёнка. Страдает Кобяков. Видишь, он плачет. Что случилось? Вот. Зуб выпал. Вау! Это же круто, черёв! Это чел я ему выбил, похоже. Да молодец! Красава! Меня побили. Что? Я хотел поиграть у мальчика на улице. Я попросил игрушку, а он драться начал. Ой-ой-ой. Ты ему хотя бы сдачи дал? Нет, не успел. А, настоящий мужик должен постоять за себя. Вытирай сопли. И собирайся. Сейчас съездим, купим форму и будем учить себя карасы. Ты чё, боец, готов потренировать удары? Да, готов. Это боксёрская груша. Давай, тренируем сокрушительный удар. Реща, быстрее отрабатывай. Про дыхание не забывай. Пропустил. Кое бывает. Про защиту тоже не забывай. Когда бьёшь, в конце удара нужно выдыхать. О, отлично. Это мы усвоили. А теперь, Серёга, сосредоточься, закрой глаза. И помни, сила не только в мышцах, но и в твоих мыслях. Она надпилена. А теперь нанеси удар. Там даже видно. Киа! Получилось, Серёга! Там даже видно вот эти вот полосочки надпилены. Получилось, Серёга! Я супер! Шок, разоблачение на А4, постановки, постановки снимают, надпиливают. Ну теперь, ученик, ты готов к финальному испытанию. Намасте. Намасте. А сейчас практика. Серёга, перед боем ты должен напугать соперника, сбить его с толку. Давай, попробуй. Ну ладно, на пятилеток прокатит. А теперь занимаем удобную позу и проверяем вертушку. Сканируем пространство. Тимба! Чё? А? Ого! А теперь, Серёга, давай, ты пробуй. Вставай, чё ты как баба? На улицах нельзя падать. Упал, значит проиграл. Тигр всегда должен быть начеку, понял? Ты готов, Серёга? Ученик превзошёл учитель. Ага. Ого, сейчас он пришёл отвечать и научил. Сейчас будет заварушка. Надеюсь, ты чему-то его научил. Научил. Ой, ой, ой. Догнал. Серёга, вставай! Ой. Ого, отлично. Кусать уже никто не запрещал. Ого, притворился, что побеждён. Кобяков, он походу не притворился, реально побеждён. Тихо, тихо. Смотрите, Серёга поднимается. Обнимаются. Идут в дом. Походу поверились. О, да странно выглядит. Вроде взрослый дядька, в друзьясе десятилетку нашёл. Да ладно, внешность не главная. Главное, что в голове. Видал как, слабо. А может и правда они как-то это, соулмейт? Серёга, иди к мальчикам, поиграйся. У нас тут взрослый разговор. Соулмейт это вообще что такое? Ну это когда твой друг такой, знаешь. Типа душа... О боже, как меня бесит это слово. Встав душу. О, наши подписчики тоже получают соулмейт. Да. Теперь мы будем крутой музыкальной группой. Кобяков, ну ты это чего? Иди сюда. Ты как маленький. Ничего вы не понимаете, пацаны. Это ж я им подыгрываю, чтобы быть с ними на одной волне. Давай, Серёга, давай. Ладно, малышня. Может вечеринку устроим, нормально. Чел просто школьник сидит и такой, блядь. Куда я попал? О, со сладостями, с музыкой. Да-да-да-да-да. А костюмы будут? Будут, конечно. Будут? Ну что, участники готовы? Да. Ра, два, три, давай. Серёга, давай, Серёга, давай. Серёга, Серёга, Серёга. Давай, давай, давай. Блин. Ну и чего? Серёга, ты проиграл. Говор дороже денег. Так. И... Бо! Хорош! Ладно, ребята, идите на кухню, ешьте торт. Да. Блин, прикольная тусовка и малые смешные. Предлагаю это запечатлеть. У меня есть полароид. Так. Ой, а что это? Блин, это наша фотка. И Серёга здесь взрослый. А что-то поменялось? Я скучаю по Серёге и по его ванну. Вообще, мне кажется, можно было немножко доработать этой идеей. Короче, вместо, ну, того, чтобы просто Серёге притворяться каким-то ребёнком, да, можно было взять какого-то реального ребёнка, школьника, да, и, типа, просто сказать, что это Серёга. Не знаю, это было бы покруче. Ну, типа, более реалистичного. У меня идея появилась. Давайте повторим такую же фотку, только Сергеем уже маленький. Прикольно будет. Ну, давай. Серёга, иди сюда. С какой-нибудь чела взять, так чисто, более-менее, возможно, похоже на него. Как начать делать фотку? Давайте, люблю фотки. Идите на диван, а ты давай. Прикольнее сделано. Так, и... Готовы? Супер, смотрите. Пацаны, что здесь происходит? Что вообще на меня надеется? Что это за пацан? Что мы вообще здесь делаем? Судя по нудным вопросам, вы поняли, Серёга вернулся. А ну-ка, Серёга, сколько будет 2 плюс 2 умноженное на 2? 6 будет. Вы бы ещё что-нибудь полегче спросили. Болбесы. Серёга вернулся! Прикинь, Серёга, ты пошёл кататься на детских аттракционах и в ребёнка превратился. Вот, зацени. Ого, круто. И что, я послушным был? Ну, как сказать, ты был буйный, не слушался, дрался. Да, я... Я тебя оттырил. Чё? Ты чего вообще здесь делаешь, малой? Иди отсюда, время-то видел? Старый добрый Серёга вернулся. Двой не старый, молодой. Ладно, пацаны, это был буйный. А чё с ним его изначально, он почему стал вообще, ну, малым? Взрослым, малым, мы уже путаю. Просто, ну, его вернули обратно во взрослость, типа, из-за фотографий. Из-за того, что их просто щёлкнули. Да, чё было вначале, я чё-то не помню. Там, ну, просто здесь хера, типа. Безумно крутой день. Надеюсь, вам понравилось, как мы воспитывали Серёгу. Если это так, то... Что-то немножко непонятно, короче. Ну, с вами был я, меня... Произошло. В общем, друзья, как-то так. Ну, чё-то не знаю, не очень мне зашло. Как-то вот это вот видео, да. Бывает у него и получше. Как-то вот эта вот рубрика именно, где чуваки становятся, типа, детьми. У него он уже, вон, я вижу, Глент стал ребёнком. По-моему, ещё Кобяков становился тоже ребёнком. Ну, чё-то такое себе, короче. Не очень мне заходит вот эта вот рубрика. Либо её просто можно было как-то получше немножко придумать, переделать. Вот. И, короче, как-то так, друзья. Ну, что есть, то есть. Ну, что, буду на этом заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok